Микробиота и ожирение. На эту тему немало дискуссий. Например, некоторые убеждены, что плохая микробиота мешает людям худеть и вообще является причиной ожирения. Одной из причин ожирения. Но что если связь обратна? Что если неправильное питание, ожирение и отсутствие тренировок ведет к плохой микробиоте, которая в свою очередь уже провоцирует еще больше ожирения и сложности с похудением? Именно этот вопрос рассматривался вот в этом обзоре исследований. И да, друзья, сначала неправильное питание, отсутствие тренировок, а затем портится микробиота и добавляет масла в огонь. Цитирую выводы и обзоры исследований. В целом ожирение ухудшает состав микробиота кишечника из-за таких факторов, как чрезмерное потребление высококалорийных продуктов, сахара и жиров, а также низкое потребление клетчатки и отсутствие физической активности. Привожу на простой язык. Едите чрезмерно много калорийных продуктов, мало овощей и фруктов, то есть клетчатки. Не тренируйтесь, мало двигайтесь, получайте в подарок ожирение и плохую микробиоту. Цитирую далее. И наоборот, низкокалорийные диеты, физические упражнения и добавки с пробиотиками и пребиотиками могут улучшить микробиоту кишечника у пациентов с ожирением, а также улучшить кардиометаболические маркеры. Перевожу на простой язык. Дефицит калорий, физические упражнения, клетчатка в питании, то есть овощи и фрукты, пробиотики, то есть ферментированные продукты, например, кефир, улучшают состояние микробиота и состояние здоровья. Так что не пеняйте на микробиоту, если не можете похудеть. Исправляйте то, что можете исправить. Ваш образ жизни и питания.